Коллеги, мы очень рады видеть вас в нашем центре сегодня, потому что сегодня у нас, на мой взгляд, очень интересная тема, как кадровику стать незаменимым. Это такое обсуждение. На курсах, когда мы, я и мои коллеги ведут курсы по кадрам делопроизводства по направлению HR, очень часто задают вопросы. Ну вот мы делаем, делаем, нас не понимают, нас не слышат, мы говорим, к нам прислушиваются, делают по-своему и так далее. И вот эта проблема, мы так решили, что, наверное, это все-таки проблема. И давайте попробуем сегодня обсудить какие-то ситуации, которые происходят реально во взаимоотношениях между кадровыми работниками, HR-службой и руководителями, которые принимают решения, руководителями структурных подразделений, работниками или какими-то специалистами, сосмежниками, наш любимый бухгалтерий, например, с юристами. Да, вот почему у нас возникают конфликты. Под конфликтами, я понимаю, столкновение интересов. Понятно, что это не эмоциональный конфликт, потому что все люди хорошие, мы всех уважаем как специалистов, но это конфликт, скорее всего, организационный или какой-то иной, и об этом мы тоже сейчас будем говорить. Итак, тема нашего круглого стола – как кадровику стать незаменимым. И на нашем слайде мы видим информацию о центре компьютерного обучения «Специалист». У нас, мы работаем уже не первый год, как вы знаете, в этом году 28 лет, то есть мы уже большие, это вся наша информация, и одним из преподавателей, из 250 преподавателей является я, Светлышева Бойна Юрьевна. Это мои регалии. В качестве директора по персоналу пришла 10 лет назад сюда, в наш центр, и затем через некоторое время плавно опять вернулась к своей профессии. На сегодняшний день я веду курсы по управлению персоналом, кадровые курсы, консультирую, публикуюсь в разных журналах, поступаю, и адрес моей электронной почты, корпоративной, вы можете увидеть в вашем личном кабинете, сейчас я покажу, где это, и какие материалы мы там разместили для всех, кто пришел сегодня. И на сайте «Специалист.ру» также есть информация о преподавателе, и на моей страничке есть вкладка, она называется… Я пока выключу, наверное, звук, да, чтобы лишних звуков не было, а потом, если кто-то захочет сказать, я включу. Вкладка называется «Работы выпускников», по-моему, так называется эта вкладка, и там вы можете посмотреть те презентации, статьи, какие-то публикации, которые делают наши выпускники. Также можете участвовать в этом и тоже присылать, мы будем также размещать на нашем сайте. В социальных сетях мы также представлены, и я представлена, и наш центр представлен. У нас есть свой клуб, HR-клуб, поднимите руку или напишите, плюсик поставьте в чате, кто уже с нами в этих HR-клубах, ВКонтакте или в Facebook, а может быть там и там. Один, два, три, ну как-то надо четыре, набираем тогда. Хорошо. Сейчас посмотрим, что из вебинаристов, пока только Ольга поставила плюс. Ольга, я верила в вас, что вы всегда с нами. Все замечательно. Ну что же, тогда я немного расскажу о нашей клубе тоже, и чем наш клуб может быть вам интересен. Ну а сначала, давайте вспомним, что было на прошлой неделе, да, был наш замечательный праздник, профессиональный праздник. Какого числа? 24-го. 24-го, правильно? Майя, да? Все, правильно, молодцы. Пятницу, да, отмечали. И эта картинка из нашего клуба, мы поздравляли всех участников. Здесь, если присмотреться, есть два интересных персонажа, HR, которые занимаются менеджментом, которые поздравляли нас с вами, кадровиков. Автор этой картинки и автор этих персонажей присутствует здесь. Пока сохраним интригу, а потом посмотрим, кто это, и она нам тоже, наверное, что-нибудь расскажет. Итак, я хочу вам показать, что мы разместили в вашем личном кабинете. Потому что мы ждали вашего прихода, мы очень рады вас видеть, и сделали небольшой подарок вам, что ли, да. Надеюсь, что вам это будет интересно, и вам это пригодится. Так, сейчас я открою личный кабинет ваш. Все знают, как зарегистрироваться в личном кабинете, как войти туда, да? Все знают? Нет, я уже не буду. Добрый день, пожалуйста. Давайте так, у кого какие-то проблемы с личным кабинетом, после нашего круглого стола, обязательно подойдите либо к Сергею, нашему IT-специалисту, либо к менеджерам, хорошо? И они вам расскажут, как этот материал, как зайти туда, как взять этот материал, потому что личный кабинет вам пригодится, и когда вы будете учиться, когда вы будете проходить курсы, преподаватели в личном кабинете размещают информацию. Вот. Если все правильно сделаете, войдете в личный кабинет, то здесь увидите, сейчас увеличу немного, название нашего семинара. Вот моя почта. В случае необходимости, пожалуйста, пишите. Мы вам разместили кейсы из нашего HR-клуба. Мы в течение года набираем кейсы. Вот, в частности, у нас Светлана пишет кейсы и ответы. Тоже покажу, как это выглядит. И презентация круглого стола, вот то, что я вам показываю, она тоже будет у вас в личном кабинете, вернее, уже есть размещена. А также я разместила ссылку на наш клуб и в Facebook, и ВКонтакте, кому где удобнее. Но они, мы хотели сделать одинаковые, но у нас не получается одинаковые. То есть материалы мы одинаковые размещаем, а вот как-то, да, клуб по-разному работает. Поэтому, если вы сравните и то-то, и другое, вы увидите, что разница все-таки есть. Чтобы присоединиться к клубу, надо по этой ссылке пройти или по этой ссылке и зарегистрироваться. Вот и все, собственно говоря. И мы будем с вами. Ну, давайте начинаем с кейсов, чтобы по порядку было, да, что же это за кейсы мы разместили. Они выглядят вот таким образом. Тоже откроем. Так, вот. Еще старые. Старые, 19-й, вот и все. Кейсы, ну, поменяем тогда. Если что-то не устраивает кого-то, мы поменяем без проблем. А мне нравится. Значит, вот наш HR-клуб, кейсы. И здесь мы с такими с вами, а дальше то, как можно сориентироваться, да, вот какие кейсы есть. Может быть, кого-то интересует отдельно кадровое дело, кого-то интересует отдельное управление персоналом. И здесь мы отдельно это все выделили, и вы можете найти даже по страницам тот или иной кейс, связанный с той или иной темой. И в конце, по-моему, у нас еще содержание есть, да. Вот. И в конце у нас еще есть вот такое содержание. Кому удобнее вот так работать, вы можете почитать. Причем каждый кейс имеет свое название. И по названию уже можно, наверное, догадаться, что же это за кейс. Ну, вот тут мрот у нас, а здесь не женская работа. В общем, все очень интересно. Причем кейсы мы размещаем в клубе, как правило, по понедельникам. Сначала идет кейс. Сам кейс, да, вот какой рассеянный, например. И затем в течение недели наши участники отвечают. Мы все это компонуем, вот вопросы задаем. И в пятницу сами ответы, так сказать, правильные ответы на тот или иной кейс. Здесь, причем, обратите внимание, здесь я не вижу, но если это по кадровому делу, то мы обязательно делаем ссылки на нормативную базу, на трудовой кодекс, ну, и на другие федеральные законы. Да, вот в личном кабинете это у вас есть. Мы сделали специальный подбор, чтобы они так не потерялись. И вы можете уже дома скачать, или сейчас можете скачать, если у вас в телефоне есть, и с этими кейсами ознакомиться. Как я уже сказала, в нашем клубе, вот пример нашего клуба, да, вот наша страничка, есть много всего интересного, вот так выглядит страница ВКонтакте. Здесь можно писать сообщения, здесь можно писать, вот, кстати, у меня появилась сейчас новая вакансия, буквально сегодня одна из наших слушательниц прислала информацию о том, что им нужен HR-специалист, порядка 80 тысяч, ну, я считаю, что добрый день. Не HR-специалист, наверное, а все-таки кадровик, не помню, честно говоря, потому что я так просмотрела, я увидела сумму, думаю, ну, нормально, не 10 тысяч можно. Вот, и если интересно, мы разместим эту информацию тоже в поле, мы периодически размещаем, и вы можете посмотреть, если кому-то интересно. Также у нас есть возможность здесь задавать вопросы, чуть ниже, вот, вопросы-ответы, есть вакансия. Когда вы сюда пишете, мы берем и на стене размещаем все это, то есть для общего доступа, и вы будете видеть, и все остальные, и тут же можно переписываться. Вот это красивый, такая красивая картинка, это мы поздравляем тех, кто участвовал во вредных советах, в обсуждении вредных советов к одним кадровикам. Мы целую серию вредных советов разместили здесь, причем они такие оригинальные, и сделала это Светлана, которая придумала и Чарик. Она же вредные советы нам написала. И мы попросили ответить на вопросы, вот смотрите, как интересно. Здесь треть, вот, из последнего, да, публичный вопрос. Когда кадровик теряет, например, документы соискателя, то кто виноват и что делает, да, и три варианта ответа. Первый вариант. Случается всякое в интересах работника быстрее принести новый пакет документов. Ну и вот кто-то сказал, да, связываться с этими кадровиками лучше принести и все. Второй ответ. Кадровик отвечает за сохранность персональных данных. Потеря документов недопустима. Большинство выбрало этот вариант ответа. И отказать работников трудоустройства с издействием документов. Ну, слава богу, никто не выбрал этот ответ. 26 человек отвечали. Ну, слава богу, слава богу, все нормально. Кадровики наши подкованные. Вот, и здесь же есть еще интересная вот информация. Так что, вот, группы, которые у нас заканчивают, мы фотографируемся и размещаем тоже. Радуемся за них. Это сами вредные советы и так далее. Так что, много всего интересного. Ну, вот, вариант кейса. Кейс неделя. Вот, так что присоединяйтесь. Если у вас какие-то вопросы возникают, мы тоже будем отвечать, да, допустим, что делать, если вот такая ситуация. И мы все это обсуждаем, отвечаем и так далее. По-моему, все про личный кабинет сказал, ничего не забыла. Далее. Еще раз выбравляем. Переходим, собственно, к нашему, к нашей теме, что нужно к кадровику, чтобы стать незаменимым. И вот сейчас мне бы хотелось, чтобы все, кто сюда пришел и кто подключился к вебинару, нам либо написали, либо вот сейчас озвучили те вопросы, которые вас интересуют. Те ситуации, которые вас интересуют. И тогда мы обсудим и ваши ситуации, и то, что у нас есть наши кейсы, и в конце подведем итог. А что же действительно нужно делать кадровику, каким ему нужно быть, вот, по шагу, во-первых, второе, третье, четвертое, чтобы быть убедительным, да, и стать незаменимым. Итак, если у наших слушателей есть какие-то свои кейсы и свои ситуации, пожалуйста, их озвучите. У вас, по-моему, был, да? Да, у меня был персонал, сейчас очень много требуется специалистов. И, как правило, руководитель предпочитает обратиться в агентство, чтобы, если по необходимым параметрам нет специалистов, и у нас есть кондитерское производство, которое бы работало именно на этих линиях, делало именно такую базировку, то агентство найдет быстрее на вопрос, принимая зарплату. Москва? Москва. Вот. Ну, юридическое лицо в Москве, в особенное повреждение в Московской области. Не каждый специалист, даже если он находится, готов ехать, может быть. Вот. Если готов ехать, то либо хочет, чтобы он предоставлен на рабочую неделю жилье, либо компенсировали двойную затрату на транспорт. На это не идут? Нет. Получается двойной расход. И такой вопрос. Что делается в этом случае, да? Рекрутеру имеется в виду или кому? Ну, я два в одном. То есть человек, который занимается подбором персонала. Спасибо большое. Интересный кейс, обязательно обсудим. У кого еще есть какие-то истории и вопросы? Нет? Все. Хорошо. Тогда давайте мы делаем так. Мы тогда начнем, наверное, с обсуждения вот этого кейса, а потом у нас в загашнике еще есть несколько ситуаций, которые мы также можем обсудить. И потом подведем итог. Итак, ситуация. Москва, Московская область. Подбор, как вы видите, да? Есть проблемы, потому что, если я правильно поняла, средняя заработная плата, да? Средняя? Средняя. Ну, то есть на заработной плате выиграть особо нельзя. Типа у нас выше, чем у конкурентов. Ну, я как правило, у всех там умножила, в зависимости от опыта, от 60 и выше. Спасибо большое. Вот вопрос, как быть рекрутером. А у рекрутера есть какой-то взгляд на то, как можно закрыть эту вакансию? Ну, в принципе, я нашла такого специалиста, но территориально, естественно, неудобно. И? Мы закрыли эту тему данную. Понятно. То есть все равно, да? Ну, да, решили, может быть, кого-то ребенок из местных попадали в центр занят. Такие специалисты находятся. Ну, может быть, вот, если смотреть разделы регионов, кто-то готов приехать в другую городу, тоже рассматриваю. Но, опять же, сайты других городов, суперчук, как правило, работают в Москве, но регионы тоже работают, но не так, чтобы они уже зазвонили. Работа РОП, тоже уже избитый сайт из рук в руки, но как-то там не такие высококонфицированные специалисты, с тем, о котором вам хотелось. Спасибо большое. То есть, если я правильно поняла, то, получается, использовали максимальное количество, насколько возможно было, источников, и ни один из источников не работает, да? Так эффективно, как хотелось бы. Ну, может быть, какие-то новые сайты, о которых, я не знаю, в связи с чем я и пришла сюда. Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, кто может нам помочь, кто в теме именно вот подбора и может поделиться своим опытом, какие сейчас новые направления, где можно искать, да, источники какие-то, и вообще, как выйти из этого положения? Потому что эта ситуация, она реально сложная, и многие рекрутеры с этим сталкиваются. В Телеграме сейчас очень много. В Телеграме именно кондитеры там есть. Ну, вообще, ну, просто есть там именно общие группы по, связанные с поиском работы, туда выкидывают разные вакансии. Если люди просто подписывают... В Телеграме? Да, в Телеграме. Это так, что функционируют? Ну, нет, не Инстаграм, так же, как, скорее всего, WhatsApp, но там существуют уже, да, группы, в которых, ну, кто-то ведет блог, выкладывает посты, а там выкладывают вакансии. Спасибо, интересно. Почему бы не попробовать? Еще варианты? Что скажете? Чем можем помочь, коллеги? А там уже дождь пошел. А у нас хорошо. Так, коллеги по вебинару тоже пока не отвечают. Итак, пока все, что мы сказали, это то, что можно использовать социальные сети и различные, как их правильно назвать, каналы, связанные с интернетом, вот, допустим, Телеграм, а может быть, и Инстаграм, а почему нет, собственно говоря. Хорошо, тогда вопрос, а можно что-то изменить? Вот, допустим, не искать четко источники какие-то, а что-то, в принципе, изменить для того, чтобы закрыть эту вакансию? Олег, как вы думаете? Просто подойти с другой стороны, креативно. Ну, а вот снизить требования можно, например? Ну, мы снизили требования. Можно, да, уже снизили. Хорошо. То, что, может быть, будет безысшим образованием, будет молодой специалист по-креативной, который что-то пробовал, как-то развивался, там, экспериментировал сам. Ну, прекрасно. Ну, есть специалисты. Кондитера, кондитера еще. Технолог пищевого кондитерского боеводства, который бы разработал новую линию, порекомендовал бы определенное оборудование. Есть специалисты, которые готовы приехать, но это будет как выездной разовый... На проект, совершенно верно. Очень хорошее слово. Современное и правильное. Ну, они готовы этот проект запустить, но как все дальше будет работать, нужно же будет контролировать это все как-то. И контроль качества сырья, который будет запускаться. Ну, здесь уже все тогда встает, потому что они не готовы постоянно ездить, контролировать. А если они запускают, а кто-то потом будет контролировать, так можно? Ну, они рекомендуют специалисты, которые, считаю, готовы было ездить и дальше это продолжать. А кто-то из ваших может контролировать? Если они его обучат. А они могут обучить? Заплатить за обучение или какой-то точечный контроль по полгода, например, да, или консультация. Ну, я как бы это тоже предложила, но пока рассмотрим. Не готова еще, да? Ну, не отказала. Не отказала. Отлично. Отлично. Отлично, да. Ну что же, по-моему, вы сами решили проблему и супер замечательно. Единственное, что, насколько я понимаю, это еще пока на уровне рассмотрения. И здесь то, что руководство к вам прислушивается, тоже очень хорошо. Потому что проблема там, она очень глубокая. Иногда вообще не слышат, вас слушают. Это замечательно. Значит, у вас есть какие-то качества, например, умение убеждать, что вы донесли свою мысль до своего руководства. А вот Ольга, например, написала следующее. Что делать, если руководитель ранее в своей компании занималась кадрами, не хочет принимать изменения, даже когда говорит, что могут оштрафовать. Хочу в своей компании проводить собеседование, а меня просто игнорят. Как заявить руководителю, что я могу помочь нанять качественного кандидата? Итак, давайте сначала начнем. Видимо, первый вот этот посыл касается кадрового производства. Потому что если оштрафовать, что-то не так делают, скорее всего. Нарушение трудового законодательства. А потом второе. Может быть, не так подбирают. Может быть, не так подбирают. Ну, хорошо, не так подбирают. Ольга, напишите, пожалуйста. Речь идет о подборе персонала, о дискриминации или все-таки это кадровое дело производства? Потому что она занимается всем и тем и другим. Давайте оба рассмотрим, обе ситуации. Элла что-то написала, но непонятно. Обе ситуации. Ситуация первая. Допустим, руководитель, работодатель что-то нарушает. И кадровик объясняет, что этого делать нельзя, потому что будут штрафы и вообще какие-то последствия. Вот что в этой ситуации можно сделать кадровику? Как убедить руководителя, что будут очень серьезные последствия? Принестись ссылку на нормативный акт. Скорее всего, на кодекс об административных правонарушениях. Например, статья 5.27. Кодекс об административных правонарушениях. Тема этой статьи – нарушение трудового законодательства. Правильно? И там у нас семь, если я правильно помню, частей. И каждая часть, первая часть – это общая часть. Все туда попадает. Там же есть и нарушение персональных данных. Там же есть невыплата заработной платы, частичная невыплата. Ну, в общем, практически все. А статья 5.27.1, там речь идет уже о охране труда, технике безопасности и проведении или ненадлежащем проведении специальной оценки условий труда. Ну, вот как минимум две статьи можно. Да, а потом, очень хорошо. Итак, первое, значит, ссылаемся на нормативную базу, а затем рассказываем о судебной практике. О том, что вот был такой случай и в результате, да, чем все это закончилось. А у нас же не было. Хорошо. У нас… А были у вас несчастные случаи на стройке? Не было? Будут. Наша с вами задача – донести эту информацию до лица, принимающего решения. А если лицо, принимающее решение, не хочет прислушиваться, тогда что делаем? В теории, конечно, письменно предупреждаем, чтобы потом страховать себя в случае проверок. Почему только в теории? На практике не разрешают писать? Нет, писать-то можно, просто вопрос, если не отстроен документ, наоборот, куда уйдет эта бумага. А зарегистрировать у себя? Ну, или, да, регистрировать. А бумага как называется? Докладная записка. Или заявление работника, может быть, можем зарегистрировать у себя. Что думаете по поводу электронной почки? Руководитель читает ли электронную почку? Не читает, не читает. Таким образом, в зависимости от компании, как там представлен документ оборот. Вот если электронный документ оборот, и он читаем, да, и имеет вес, в этом случае, да, здорово. А если еще есть электронная подпись, вообще шикарно. Ну, не везде это. Поэтому, если в организации это не принято, то, наверное, мы не будем свои правила какие-то навязывать. Напишем по старинке бумагу, например, да, бумага, документ на бумажном носителе, и самое главное, его зарегистрировать. Потому что, если он не будет зарегистрирован, тогда этот документ можно просто куда-то далеко убрать и больше к ним не возвращаться. Так, для чего мы пишем этот документ? Для того, чтобы, с одной стороны, донести эту информацию до руководителя, и вполне возможно, что руководитель не сразу принять решение. Да, потому что руководитель тоже человек, и ему тоже нужно привыкнуть к этой мысли. Может быть, он пока отложит, потом вернется. Это первая, значит, задача, донести информацию. А вторая задача какая, такого документа? Конечно, подстраховаться. Подстраховаться. Вот кто-то из слушателей, Ирина, написала, ценить свою личность, когда был задан вопрос, что нужно кадровику, чтобы стать незаменимым. Правильно, ценить, то есть знать цену себе, что я собой представляю, как профессионал, и действительно с достоинством выходить из этой ситуации. Мы вас предупредили, всю информацию мы вам дали, мы рассказали, что будет за это. Вот, а вы, яйцо, принимающее решение, если вы не принимаете это решение, то какие претензии, собственно, к кадровику? Правильно? Никаких. И второе, вот Оля пишет, что она хочет проводить собеседование, и она может помочь нанять качественного кандидата, но руководитель почему-то не доверяет, видимо, ей. Как выйти из этой ситуации? Почему руководитель не доверяет? Возможно, руководитель на собеседовании, да, я правильно понимаю, обсуждает уровень зарплаты и не хочет эту информацию доверять конкретному кадровику, ну, или менеджеру по персоналу, который будет проводить. Да, возможно. Ой, напишите, пожалуйста, есть такое дело, есть такая проблема? А еще какие варианты могут быть? Я знаю, что кадровик не может оценить в полной мере, там, когда надо, именно по профессиональным качествам, да, он знает, как это будет. Руководитель может оценить, а кадровик не может, потому что у кадровика недостаточно знаний о профессиональных качествах, да, которые требуются для этой работы. Да, и сама руководитель-то, она бывший кадровик, значит, что? Значит, просто она считает в конкретном случае, и неважно, тем, что она разберется сама. Так, Ольга тоже ничего не пишет пока. Я могу предложить руководителю сделать два этапа. Она берет на первый этап более-менее подходящий по самым характеристикам того или иного специалиста, а потом уже самых достойных, она привносит на второй этап именно к этому руководителю. Но если она вообще не хочет, чтобы она проводилась в собеседование, то как-то самой смотреть и обзванивать, пусть не личное собеседование, но по телефону, она это может сделать самостоятельно, не уведомляя быть руководителем. А конфликта не будет, конфликта не будет. Здесь не заложен конфликт, когда руководитель говорит, нет, я сама буду подбирать, а специалист, исполняющий, он так потихонечку что-то там такое делает, и потом руководитель узнает об этом. Если вам не хочет, чтобы только она проводилась в собеседовании, а предварительную беседу, то она же может провести? А это как процесс построен, везде по-разному. И вопрос зрелости компании. И вот этот этап на собеседовании очень индивидуальный. Предваритель может обвинить в данном случае водовика тем, кто занимается дне своей работы, и что он, значит, не загружен, добавит в дневную работу, и вообще он профессионально не устраивает руководителя. Вот еще, пожалуйста, вариант наших догадок. А еще, может быть, вариант, вот когда начали говорить уровень заработной платы, у меня немножко другая мысль была. Потому что кадровик, когда берет на себя какие-то функции, может быть, обговаривает и доплату за это, и говорит, давайте я вам найду качественных работников, кандидатов, а вы мне за это будете доплачивать. Может быть, еще и это смущает руководителя, который ему отказывает. Еще есть какие-то варианты? А в целом, если подвести итог всего, что мы сейчас сказали, значит, руководитель не доверяет какой-то фронт работы своему подчиненному, допустим, вот кадром работника, так, Ольга что-то написала. Уже три работника проработали менее трех месяцев. Я изначально знала, что так и будет. Нет, после приема смотрела трудовую, средства массовой информации меня не слышат, а я просто проверять документы. А, если я правильно поняла, то ли хочет просто проверить документы, то есть взять на себя функции службы безопасности. Я правильно поняла, Оль? Все согласны? Поднимите руку, кто при приеме на работу проверяет трудовые книжки? Большинство, большинство, да? Коллеги, напишите тоже, пожалуйста, в чате, если вы проверяете, то, пожалуйста, напишите. То есть большинство кадровиков, ну или рекрутеров проверяют жизненный путь, рекомендации, трудовые книжки и так далее. Может быть, что нужно делать, если, вот я вот на своем опыте, ты работаешь, но тебя не оформляют, да? Например, у вас взять, например, рестораны. Допустим, не важно, что там за сотрудник, они работают в черную, соответственно, они минимально как-то, да, там не оформляют. И в трудовой, соответственно, этого нет. То есть, ну, ты там можешь доказывать, не заказывать, но, тем не менее, взять там какие-то медийные большие проекты, они тоже не оформляют. То есть, да, например, ты идешь, ты там работал, например, там год-полтора, а в трудовой тебе, например, что они там тебе оформили, не знаю, 6 месяцев назад. Спасибо. Контактный телефон рекомендателя. Первое еще. Вы знаете, как бывает, допустим, у меня сын, он работал за границей, а в трудовой у него пустота. Сейчас он устраивается на работу, ему говорят, рекомендации. Он звонит директору, а директор говорит, а он уже стоящий директор. А директор говорит, у нас это не принято, это рекомендации. Все, у него больше нет, никого уже стоящего. Спасибо большое. Да, действительно, такие ситуации бывают. И когда мы начали говорить о том, что надо проверять, Ольга написала, проверять документы. И вообще информацию. То есть трудовая книжка – это один из документов, мы можем посмотреть. А есть еще и другие документы, рекомендации, которые дают или не дают, например. Еще какие документы? Выписка из индивидуального страхового счета. Выписка из индивидуального страхового счета. Чтобы посмотреть. Социальные сети. Я сейчас пока про документы, а социальные сети – это отдельная история. Очень интересная. Мы сейчас тоже проверим, проверим, сейчас все расскажем. Да, конечно. Мы все знаем. Вот. По поводу документов. А потом не забывайте, пожалуйста, про резюме. Ведь кандидат, он пишет резюме. И в резюме он может написать не только стаж, подтвержденный трудовой книжкой, но и дополнительный стаж. И вот тогда, когда работодатель сомневается в чем-то, он может ему задать вопросы о том, а кто может это подтвердить. Кто-то подтверждает, кто-то не подтверждает. Но на мой взгляд, контракт, да, если он имеется, конечно. Но на мой взгляд, даже если нет контракта, например, да, или трудового договора, или договора гражданского правого характера, и никто не может подтвердить вообще, все, ну, об этом надо говорить. Вот это с точки зрения кандидатов, допустим, да, об этом надо говорить, об этом надо говорить честно. И если это единственный случай, там, или наоборот, так принято в тех направлениях деятельности, о которых вы рассказываете, тогда, я думаю, что, наверное, тоже поймут. Потому что, когда на собеседовании человек говорит правду, а не скрывает, не юридит, не пытается там что-то поделать, какие-то рекомендации или еще что-то, это всегда чувствуется. И доверие к нему все-таки есть, правильно? Мы же умеем интуитивно понимать, когда человек говорит правду, а когда нет. По различным невербальным посланиям, как-то мимика, жесты, взгляд и все прочее, правильно? Акрас кожи, да. Только сначала давайте атмосферу создадим такую, чтобы человеку не жарко, например, было. Потому что если ему очень жарко, то акрас кожи будет постоянным и не очень хорошим. Я думаю, еще, я не знаю, многие проверяют списки дисквалифицированных лиц, потому что такие руководители тоже могут быть. Абсолютно. Я бы просил самостоятельно предоставить справку об отсутствии судимости. Да, спасибо, что вы об этом сказали, потому что, например, на сайте налог.ру, да, там есть реестр дисквалифицированных лиц. И требование административного кодекса, кодексово-административных правонарушений проверять при заключении контракта или договора, проверять этих лиц на дисквалификацию. Это правда. Нет, конечно, справка о судимости не на всех, там есть определенный перечень, да, согласна с вами. Ну, просто мы говорим о чем? Государственные структуры, педагогические работники, связанные там с перевозками, да, фармацевтика, да, и все прочее. Там, да, да, там это требуется. И, значит, это мы про документы говорили, а теперь про соцсети, что можно и где можно получить информацию о кандидате. Расскажите. Кто этим пользуется, кстати, поднимите руку, кто проверяет кандидатов через соцсети. Один, два, два, три человека. Личная жизнь, вы не пользовались этим. Хорошо, мы сейчас спросим тех, кто проверяет личную, это жизнь или не личная. Я сейчас прочитаю, что нам пишут наши вебинаристы, Татьяна пишет, руководитель опасается утратить свой авторитет в части подбора персонала. Кстати, тоже обратите, пожалуйста, внимание, такая ситуация может быть. Сейчас я руководитель, я принимаю решение, а потом если кто-то другой будет этим заниматься, чем я буду заниматься, да, и вообще зачем я нужен. Я подбираю персонал, который увольняется, там, через три месяца, допустим, да, а она будет подбирать персонал, который будет долго работать. Ну, согласитесь, это ведь подкоп под меня, да, думает руководитель. Тоже вариант. Ну да, вариант. Так, Ольга пишет, так я о том и говорю, что они без меня принимают решение, ну и получают результат. А мне в бухгалтерии кучу доков оформлять. Ну да, кучу. Ольга, смотрите, вот она написала перечень тех соцсетей, в которых она проверяет Одноклассники, Фейсбук, ВКонтакте. Коллеги, вы что пользуетесь, какими соцсетями? Те же? Инстаграм еще? Плюс? Те же? Те же? Угу, те же сами. Инстаграм. Почему? Потому что это самый быстрый способ. Во-первых, это одна из сейчас самых популярных сетей, а во-вторых, это самый быстрый способ разместить картинку. И сейчас, на самом деле, многие уже не постыданы, фотки размещают, а размещают именно сториз. То есть сториз посмотрела, у тебя сразу там, не знаю, целый день сотрудника, что он делал. Да, сейчас мы это тоже, вот по поводу закрыт профиль и лично это жизнь, не лично, сейчас мы это обсудим. Я просто хотела прокомментировать то, что Яна сказала. Вы знаете, я бы, наверное, согласилась. И поднимите руку, кто зарегистрирован в Инстаграм. Ну, половина я вижу, да? И кто из наших вебинаристов? Напишите, пожалуйста, кто есть в Инстаграм. Я вам честно скажу, что я там стала размещать фотографии только тогда, когда наш центр принял некую политику по поводу фотографий. Только тогда. До этого у меня был Фейсбук и ВКонтакте. И ВКонтакте я появилась тогда, когда, опять же, наш центр принял некую политику. Нет, разрешение было. Просто я не считала нужным это делать. Меня устраивало Фейсбук, и я там постоянно тусовалась. Вот, ну, в хорошем смысле этого слова. А потом, когда вот работодатель говорит, а не хотите ли, я так подумала, а почему бы и нет. И вот только тогда. А если бы такого не было, я бы, наверное, ни в Инстаграм, ни в ВКонтакте не появилась. Ну, это я себе говорю. У меня, как это, поколение уже не Z и не Y, поэтому я говорю о себе. Анат, спасибо. Старички там не водятся. В общем, молодежь ищет. Спасибо. 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 И смотря какая отрасль. Треть категорию, категорию кандидатов, где они могут быть. И вот там это все проверять. Правильно? Теперь вопрос по поводу того, вообще мы не вторгаемся в личную жизнь? И не делали ли мне какие-то длибо идущие выводы на основании того, что человек опубликовал в социальных сетях? Спасибо. Почему вы скрываетесь? Вам есть что скрывать? Не всех кандидатов можно найти, потому что не под своим именем. Поняла. И по поводу фестидичной жизни я хотела выяснить. Потому что мнения разошлись. Кто-то говорит, раз выкладывает в открытом доступе, то мы можем пользоваться. А кто-то говорит, ну все-таки это личная жизнь. Мало ли, что я могу там выложить, но с работой это никак не связано. А мы на основании вот того, что мы видим, делаем далеко идущие выводы, какой он будет работать. Наверное, это неправильно или правильно? Вопрос, насколько далеко идущие наши выводы. То есть это везде без фанатизма. Но хотя бы представить набор интересов, набор вообще, что человек дышит, это действительно больше картинки, это истории, либо это просто перепосты чего-то другого и вопрос, чего другого. Ну почему бы и нет, как дополнение. То есть мне понравилось слово «как дополнение». То есть это еще один исключение, откуда мы можем взять информацию и потом уже собрав полную такую картинку, да, уже можем делать какие-то выводы. Что нам? Да, вот зачем нам знать такие хобби? Расскажите. Это очень важно, потому что многие у нас не относятся к какой-то работе. Нет, не относятся к, если это, это может быть опасным для других сотрудников. Он может интересоваться алкогольными, наркотическими, синтетическими разными препаратами, да? Другой сотрудник. Потом у нас, что-то специальности у нас попробуют. Нет, там есть, нет, нет, конечно, нет, конечно, но есть очень много вопросов. И потом при любой медицинской проверке выясняется о том, что медицинскую комиссию он на самом деле-то и не проходил, а он может быть и ВИЧ-инфицированным. Если он скрывает какую-то информацию, то там он не будет демонстрировать. Но ты будешь видеть, что какие люди у него есть, какие учреждения, организации он посещает. Если он там будет на каких-то сей, например, вот наш, он это может разместить, у них могут быть разные клубы, у них там встречи могут быть разные. И по роду деятельности разных вещей можно будет наблюдать о человеке, о том, что он делает. Я согласна, что действительно можно некую информацию получить, даже из, вот я услышала, и правильно, наверное, эта мысль. Друзья, кто у него в друзьях, да, и какими сайтами он интересуется. Можно закрыть, конечно. Но я в том смысле, у нас все-таки есть эта информация. Есть люди, которые этим гордятся, это правда. В Кобе есть конструктивное, позитивное русло. Посмотреть, будет ли сотрудник соответствовать нашей корпоративной культуре? Если в культуре компании приветствуется активный образ жизни, активный отдых. И я, ну, вижу, что, если сказать, даже не сидит на месте потенциально, почему нет, есть больше шансов, что, возможно, он быстрее вольется. Ну, и далее по тексту это путешествие, что это, это сидеть с книжкой, пойти с другими в бар. На самом деле, потом это важно, если мы строим культуру, да, на перспективу, то уже на входе можно было бы, ну, как бы информацию получить, что, да, вот этот человек такой, да, вот этот вот такой. И разговаривать уже с позиции его интересов, если мы будем его адаптировать. Прекрасно. Мы же говорим, что это просто дополнительная информация, да, будем знать, что они будут работать, они будут путешествовать, а мы будем путешествовать, например. Они будут работать, они будут путешествовать. И вот Ольга еще написала очень правильную мою мысль по поводу фото. Большое значение имеет фотография. Начиная от аватарки, который часто меняют или наоборот, долго не меняют. И заканчивая теми фотографиями, которые размещают. У кого-то есть такой опыт по фотографиям определить? Расскажите. Я не знаю, что у меня коллега была в выпуске, а я забега с вакансией. Просто меня удивило очередной раз, когда я вас вижу, что девушка вакансия была в вакансии. Даже полмолокая пресса в этом месте. Так вот, что вы знаете, да? На хорошую вакансию. Да, спасибо. Я... Вот это еще один канал, это LinkedIn.com. Замечательный канал, к сожалению, он в России был закрыт. Сколько-то года открыли уже? Мне кажется, он мне вообще приходит сообщение. Да, сообщение приходит, но надо как-то вот через что-то там заходить. LinkedIn.com. Хорошо, я попробую. Если открыли, это вообще шикарно. Потому что это большой плюс и кандидатам, которые могут разместить информацию себе, да? И работодателям. Да. Хорошо. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Тут гипотеза. Можно я переведу, потому что вас не слышно, да? Я расскажу. Гипотеза следующая. Если я не права, вы меня, пожалуйста, поправьте, если неправильный смысл передам. Гипотеза заключается в том, что старался не только кадровик, кадровая служба, но и юридический отдел, потому что было много проверок, значит, суды, и, следовательно, штрафы, это большая сумма, и, может быть, именно это убедило родителей, что надо переходить на более современный метод ведения КДП и прочее. Да, вот говорят, что наши любимые смежники бухгалтерии тоже постарались, потому что у нас единые бизнес-процессы, да? Там прием, перевод на другую работу и так далее. Мы начинаем, они заканчивают. И понятно, что это проще, наверное, работать в какой-то программе. Спасибо. 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 У нас у директора очень интересные связи. У него есть врач, который занимается программированием. Вот, да, странно, да? Что за врач такой, если он еще всплывает что-то там программирует. Вот. И самое главное, что этот врач создал, значит, свое предприятие, пригласил программистов, и только за счет этого наш директор, чтобы набить своего друга врача, решил поручить ему это, чтобы автоматизировали некие моменты. Плюс к тому, что он хочет перевести, мы давно сидим на сетерке, 1С, теперь он хочет восьмерку. Но я хочу сказать, из этого ничего не вышло. Потому что начали все с сайта. А так как одно из наших направлений, это продажа, и сайт нам очень нужен, мы расторгли предыдущие наши связи с теми людьми, которые нас поддерживали по сайту и заключили, естественно, с этими новыми товарищами. Мы не профессионалы оказались. Поэтому мы два года, два миллиона на вот это все дело потратили. На сайт, пусть автоматизация. И никакого выхлопа из этого как бы не было. Директор так и не признал свои ошибки, неправомерности переходов от тех людей, которые нам хорошо помогали, людям, которых мы вообще не знаем. Вот. И, соответственно, я не знаю, возможно, это была какая-то корыстная вещь. То есть, возможно, там что-то было свое, там кто-то с кем-то делился с нашим же директором. Потому что директор у нас, он частично свидетель. Вот. Мы входим в большой клуб. То есть, поэтому, возможно, тут все, что угодно. Но это я к тому, что вот, пожалуйста, почему бывает кунок. Неизвестно, почему и в какая шляпка попала под хвост. Может быть, любовница завелась, которая ему сказала, что ты творишь. Тебя скоро прикроют через три месяца. И какой вывод делаем? Что мы очень в таком динамичном мире находимся. Нам надо все эти ниточки отслеживать. Да, смотреть. Любовница тоже. Любовница обязательно. И звук, и всем остальным вещам. Спасибо. Запишите для себя, пожалуйста. Это очень важная мысль. А потом, онлайн, контроль, это тоже очень важно. Потому что, когда я работала в государственном учреждении, у нас был онлайн доступ к каждому компьютеру. И руководитель мог видеть, почему специалист не ведет прием, чем он занимается. И почему его нет на рабочем месте. И это влияло на его премию. Та же самая мотивация. Я правильно понимаю, что должен быть, ну, то есть, контроль. Без контроля мы с вами работать не будем. Правильно? Коллеги, правильно? Мы будем, но не... Будем, но не стоит интенсивности, когда за нами сломанно. Ага, спасибо. Считается, что если за человеком наблюдает, то он примерно на 60% увеличит свою эффективность в работе. Но ненадолго. Потому что, потому что происходит? Либо выгорание, либо привыкание, расслабление. И таким образом, это на какое-то время, да. А вот тема мотивации, это действительно очень интересная тема. И мотивация бывает разная. И правильно вы сказали, что кому-то кнут, кому-то пряник. А мотивация, это такое внутреннее побуждение. А почему человек работает? Почему кадровый работник работает? Что его мотивирует? Ради денег? Ради того, чтобы следили? Или близко к дому? Или, может быть, он хочет развиваться? Обучаться? И так далее. Спасибо. Вот Ольге... Да, значит, мы так и не ответим на вопрос. Давайте мы сейчас ответим на вопрос, подведем итог. И потом прочитаем, что Оля нам написала еще одну ситуацию. Мы сказали о том, что могут быть разные ситуации. Мы тут точно не знаем. И вместе с тем, если... Знаете, да, что такое локус контроля? Локус контроля внутренний, когда человек берет на себя ответственность и думает, а что я могу сделать в этой ситуации? Раз, два, три, четыре, пять. И локус контроля внешний, когда человек говорит, ну, это же... Перечень идет вплоть до, пардон, любовницы, да, например. Вот, поэтому и то, и другое, конечно, это важно. Внешний контроль и внутренний. Ну, что мог сделать HR, да, или КГБ в этой ситуации? Достичь таких высот, такого результата. Что именно вот от нас с вами зависело бы? Ну, собственно, профессионализм иначе. Во-первых, профессионализм, да, наверное. Из-за чего выводить ПДП в онлайн, да, и вообще делать день в день приема? Ну, если я не профессионал, мне это будет без разницы, да, но я точно знаю, что, почему, зачем и какие санкции будут, когда придет там проверка. Замечательная версия. Профсионализм, ваши знания и навыки, да, верно. А еще что нужно? Этого достаточно для профессионализма? Нет. Это первый фонд. А что еще? Коллеги, помогайте. Юридически закрепили это все положение. Юридически. Самоуважение. Самоуважение к себе, ценность, вот кто-то Ирину, по-моему, нам писала, ценность своего труда. И был убедителен для руководства окружающих, чтобы он уважал себя и умел вести переговоры, да, с другими и быть убедителем. И, наверное, какая-то степень доверия должна быть к этому человеку конкретно, правда? Даже если он классный специалист, но не умеет убедить, вот это получится. Спасибо. Посмотрим, что Ольга нам написала и перейдем к следующему. Так, к нам еще кто-то присоединился. Да, всем добрый день. Так, Ольга пишет. Следующий кейс для информации. Работник написал заявление на выдачу копии трудовой книжки. Кадровик сказал, что только через директора. Директор тем временем уехал в отпуск. Результат копии так и не дали. Человек написал заявление об увольнении. Заявление приняли, но человек услышал свой адрес много нехорошего. И еще создают преграды, что человек не выдержал, что человек не выдержал и что-нибудь нарушил, чтобы уволить совсем по другой статье. Жду обсуждений, пишет Ольга. Что вы думаете по этому поводу? Оль, бардак, нормально? Вас устраивает такой ответ? Ужасная компания, говорит. Да. 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 Трудовую книжку не выдавал никому никогда. Человек уволился. Вот. То есть мне было специалистически запрещено выдавать. Делать, выдавшую книжку. Что так сказать? Он мог подать, но он не подать. Спустя год я ищу перед человеком уволившегося и сказала забыть. Казание. Вот, нашел. Саша, а что ты не захочешь к нам? Сказала, вот, книжка, как у меня лежит там. Он зашел и я его на грань уволния. Я ему просто положила. Он на гильотину. Я тебе обязана. И продержалась ваша информация. Я бы не сразу и поэтому нашли, и потом от меня отделались. Ну, что, коррекционируют? Это такое самодорство, которое я, вот, я, вот, меня, вот, что-то, вот, это свои порядки, вот, и как хочу, так и врачу. Ну, то есть, вот, я больше всех не взираю, я там, кто ты, что ты, законы, не знаю, не знаю, и знакомиться не желаю. Так, позиция, так, кто ты, законы, не знаю, иначе. Мы все будем приглашать сюда, потому что здесь весело, здесь замечательно, идет такая энергетика. Но тем не менее, сегодня все-таки у нас есть удаленные слушатели, им тоже интересно, что здесь происходит. С вашего позволения, я все-таки прокомментирую. А тут у нас уже есть вот тоже комментарий, давайте посмотрим. Беспредел. Татьяна пишет, Ольга пишет, что в этой компании это не одно нарушение. Ну и здесь есть еще. Пришлось выйти из отдела кадров, так как с начальником отдела кадров возникло полнейшее непонимание. Понимание. Работа мне нравилась и выполняла ее хорошо. Как объяснить это при приеме в другую работу, что сказать на следующий кейс. Мы его сейчас тоже рассмотрим. Но сначала проведем итог вот тому бурному обсуждению, которое здесь произошло. Это был крик души и там, и там, и там, и вообще везде сплошные крики души. И я с вами полностью согласна. Вместе с тем, наша с вами вот такая позиция, что кто-то виноват, кто-то прав. Наверное, не совсем эффективна в жизни. Потому что любой конфликт, а здесь я услышала, что был конфликт, да? То есть столкновение интересов все-таки происходило. В любом конфликте виноваты обе стороны. Больше, меньше степени, неважно. Другой вопрос, что одна из сторон не считает себя виноватой. И тогда выйти из конфликта без разрыва отношений невозможно. Поэтому первое, что я бы, наверное, порекомендовала, это подумать, опять же, лоб в контроле, да, внутрь. И подумать, а что я могу сделать в этой ситуации. И подумать, а в чем права другая сторона. Ну, в чем-то-то она может быть права. Или совсем вот-вот-вот-вот-вот-вот. Это трудно сделать, когда эмоции захлёстывают. Когда эмоции захлёстывают, мы там внутри ситуации, мы понимаем, что мы правы, мы готовы идти до конца. Но надо каким-то образом, есть разные способы, немного отрезвить свою голову, так успокоиться. И подумать, а хочу ли я здесь работать. Если я хочу работать, то что я могу сделать в этой ситуации, чтобы быть полезной тому человеку, который принимает решения. Если я не уважаю этого человека, считаю его самодором и так далее, ну и что мне тут делать, да? Если меня не принимают и так далее. В этом случае, наверное, надо грамотно закончить отношения. Вот сейчас мы плавненько перейдем к истории, которую написала Ольга. Значит, грамотно закончить отношения для того, чтобы потом у нас не возникал вопрос, что мне говорить на собеседовании, почему меня уволили, там, я уволился, да? Ну и пожалуйста, что делать, если это уже произошло? Я работала хорошо, но меня, как я так поняла, заставили уволиться. А, да, и извините, пока мы думаем над этим вопросом. Юля еще пишет. Я не совсем понимаю, почему копию трудовой книжки по заявлению сотрудника не могли выдать без присутствия. Юля, конечно, мы можем сослаться на 62-ю статью Трудового кодекса, что мы обязаны выдать и так далее. Вместе с тем в разных компаниях есть разная корпоративная культура. В малом бизнесе и в среднем бизнесе сплошь и рядом такие ситуации, когда собственник считает, что он в земле, все остальное, трудовое законодательство и тем более работники, которые о нем говорят, это вообще никто не что. Поэтому здесь такой человеческий фактор играет роль. Ну и что с этим делать? Опять же, да, надо находить общий язык. Если мы хотим работать здесь, надо находить общий язык собственникам. Если мы не можем найти общий язык, то, наверное, он будет просто расстаться с достоинством. Итак, мы приходим на собеседование. Как нам объяснить, что там произошло на предыдущем месте работы? Ну-ка, расскажите, как это будет выглядеть. Интересно послушать. Директор был с чем? Просто интересно, как это? Самодур был директор. Директор был самодур. Где был невозможно? И как вы думаете, что подумает работодатель? Коллеги, не возьму. Так, кто хочет сказать, поднимите руку и подойдите сюда, чтобы вас слышно было. Потому что пересказывать я уже не могу. Подойдите сюда. Подойдите, пожалуйста. Сейчас. Хорошо. Я слушаю и пересказываю. В таких ситуациях или хорошо, или ничего. Как и о покойниках. Хорошо. Ну, я бы сказала, во избежание дисквалификации в своей работе и внесения меня в списки дисквалифицированных из-за нарушения, я расстроила договор с этой компанией. Это аналогичное. Просто буквально вчера у нас было собеседование с специалистом по кадрову делопроизводству. Человек ушел с руководящей позиции одной очень крупной производственной компании. на вопрос, почему, она сказала прямым текстом, ну, репутация этой компании, мы знаем, что сера, что нарушение закона и работать кадровиком, там просто, особенно руководителем подразделения, просто становится опасно. Я честно об этом говорю, поэтому я оттуда, все без проблем, мы понимаем. Человек, спасибо. Спасибо. Мысли, наверное, не долетела до нашего микрофона, поэтому я так со своими словами скажу о том, что на собеседовании рекомендуют говорить правду. Единственное, что эту правду можно по-разному преподнести. Можно эмоционально, а можно по-деловому. То есть вот два варианта мы услышали, да? И с вами, почему еще нужно говорить правду, я тоже сторонник того, что нужно говорить правду, потому что она рано или поздно все равно вскроется. Могут проверять, узнать, могут потом случайно узнать, когда человек уже будет работать. Ну, тоже, согласитесь, не очень приятно, да, начинать со лжи. И кроме того, сам человек, который говорит неправду, он это чувствует и всячески чувствует себя не очень уютно. Я же понимаю, что я говорю неправду, да? И потом, вот как мне снять эту маску и предстать перед коллегами в другом статусе, это, ну, в общем, не очень уютно и все это неприятно. Поэтому говорим правду, но выбираем выражение. Для этого просто надо как-то сформулировать для себя, да? Слушай. Здесь есть второй момент, если вы не понимаете, как это случилось. Естественно, обе зоны переживают вот эту ситуацию. И для того, чтобы дальнейшую ситуацию, соответственно, надо ее работать. И как только ты ее обрабатываешь, ты можешь объективно посмотреть на эту ситуацию. Соответственно, профессиональный, ну, как таковой оценка, уже не будет. Будет, да, вот такая ситуация произошла. И сделаем это шарик. И мы будем вот это вот результат, и результат будет вот так. И в данном случае, это та самая правда, это логичная правда, понятная правда, и она не какой-то образом позволяет достоинства кандидата. Наоборот, кандидата там вот, вот это, вот, вообще, да, это очень важно. Спасибо большое. Вот у рекрутеров, вы меня на такую мысль натолкнули, вспомнила. У рекрутеров есть разные методики для определения, ну, правду говорит кандидат или нет. И вот одна из этих методик заключается в том, чтобы несколько раз проверять. Ну, вот, например, когда кандидат приходит, то он, естественно, старается рассказать о себе самое лучшее, да, ну, потому что сильные стороны, там, взвесил, все прочее, никто же не приходит и начинает рассказывать. Вот, я такой ленивый, опаздываю и все прочее. Нет, приходится, старается получше, выглядеть наиболее таким привлекательным кандидатом. Но рекрутер понимает, что идеальных кандидатов нет, и у каждого человека есть и слабые места тоже. И когда рекрутеры интересуются, они говорят, например, так, у каждого, ну, так, подходит так плавно, у каждого профессионала в жизни бывают, наверное, какие-то проколы. И я думаю, так, ну, я же профессионал, у меня же тоже в жизни. Расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь проблеме, там, не знаю, невыполненном проекте, да, с которым вы столкнулись, вы столкнулись. Я говорю, что он виноват в этом. Это психологически очень хорошо действует, и человек начинает причинять себя к профессионалам и вспоминать какой-то случай, и рассказывает об этом. Рассказал, дальше рекрутер, чтобы понять, отработанных ситуаций или нет, и не будет ли этот кандидат в дальнейшем наступать на эти же грабли, он может сказать следующее. Ну да, действительно, с кем не бывает. А были ли еще подобные ситуации? Ну и тут кандидат уже размяк. Если были, то он рассказывает еще, еще, еще. И рекрутер понимает, что да, вот никаких выводов-то не сделано. Если выводы сделаны, и кандидат говорит, вы знаете, если бы вернуть ситуацию обратно, я бы, наверное, несколько иначе поступил, потому что тогда бы был действительно эмоционален, может быть, излишний, я о чем-то сожалею. И вот если бы это вернуть, я бы сделал вот так, вот так, вот так. Ну все, понятно, значит, он это оценил, он и свою, так сказать, вот себя оценил и хочет что-то исправить. Спасибо. И вот давайте подпочитаем, что нам вебинаристы. Я думаю, что нельзя ругать или обсуждать бывшего работодателя. Я бы просто придумала что-нибудь объективное. Да, спасибо, Ольга. Вот мы сейчас, да, вот об этом и говорим. Если решат позвонить для получения рекомендаций, хороших точно не дадут. Да, а вот если решат все-таки позвонить на прежнее место работы и узнать рекомендации, ну и другими способами получить, а там все-то расскажут все, что было. Как быть? Вот чего вы боитесь кандидатам. Поняли, да? А вот, ну смотрите, допустим, уходит человек, ну, допустим, по причине личностных каких-то конфликтов. На собеседовании он говорит, да, у нас был конфликт, там не нашли точек соприкосновения по такому-то вопросу. Рекрутер, ну или служба безопасности звонит за рекомендацией туда, что ему там говорят. То же самое. Ах, он конфликт. Да, они тут вот ругались. То есть я, как рекрутер, я делаю вывод, что, да, показания-то совпали. Где пали, это уже второй вопрос. Ну, суть-то одна. Вызнанно, но есть шанс работать с этим человеком. Спасибо. Согласна, что когда кандидат первый рассказывает, честно рассказывает об этом. Дальнейшие рекомендации, даже подтверждающие его слова, и вот негатив, восприносится совершенно по-другому, да? То есть это уже не является неожиданным, а мы, так говоря, и думаем. Мы на это рассчитывали, собственно говоря. Спасибо. Вот, Ольга, мы, по-моему, ответили на ваши вопросы. И следующий у нас кейс. Пока от вебинаристов нет, тогда мы переходим ко второму кейсу. Так, финансовые компании с развитой филиальной сетью, около тысячи сотрудников, используют на рынке финансовой сети. Появилась должность, ведущая менеджера персонала. Отдел кадров к тому времени существовал несколько лет. Инициатива исходила от собственников бизнеса. Они же согласовывали и утверждали план работы, предложенный приглашенным специалистам. Через три месяца введены в менеджер по персоналу. Оба специалиста подчинялись собственникам, совету директоров. Еще через три месяца ведущего специалиста подчинили директору по развитию, введя HR в структуру отдела развития, а все ключевые вопросы распорядились согласован с финансовым директором. По причине межличностного конфликта между HR и их руководителями, ведущий менеджер уволился сам. Менеджер попросил заявление по собственному желанию через два месяца после увольнения коллеги. Несмотря на поставленную систему подбора, проведенное обучение для психорегиональных управляющих, разработанные и определенные стандарты работы для сотрудников управляющих, руководители компании сказали, что они так и не поняли, что делают HR. Через год, однако, вакансии директоров и персоналов снова открыли и после длительных поисков приняли на работу сотрудников. Вопрос. Как следовало поступить, делать или не делать в данных обстоятельствах ведущего, что необходимо предпринять? То есть речь идет о том, что недооценили важность HR, видимо, решили, что это дань модель, и поставили задачи, которые, собственно, HR выполнили, но это никто не оценивает. Вопрос. Можно было ли что-то сделать в этой ситуации? Если можно, то что? Если честно, я думаю, что очень странная структура HR, то есть у них не было, они причиняются директору праздника, то есть у нас нет денег нет, то есть это никого не нанять. То есть я считаю, что без проблемных структура. То есть надо было делать такие структуру, и начать, как и портальность, и человек в КДП. Спасибо. Чтобы у них один отставил интересы всего отдела. Спасибо большое. И действительно, вот хорошая мысль по поводу того, когда HR подчиняет финансовому блоку, финансовому директору, или, скажем, главному бухгалтеру, или еще кому-то. В чем здесь проблема? Или экономическому какому-то отделу. В чем здесь проблема? Да, денег нет со стороны финансистов. А у нас какая задача? Без денег. Как можно больше денег взять, да? Без денег люди не пойдут. Конечно. Конечно. Да, вот он конфликт. Разные задачи совершенно. У нас мотивирование работников, а у них экономия и оптимизация. Оргструктура. Поняла. Спасибо. Еще какие мысли? Разговор с бизнесом, на языке бизнеса, может быть. В принципе, если компания финансовая, то был смысл говорить на языке экономики. И какие-то процессы, допустим, подбор. И увольнение сотрудников с экономикой. Сколько стоит увольнение одного сотрудника, который, ну, условно говоря, не отработал трех месяцев с первого срока. Ну, одно дело, если там уволен в статье за воровство, например, да, и по-хорошему расстались. Другое дело, когда, ну, там, не сошлись характером, управляющие не хотят вкладываться в эмоциональное время. Да, по такой решаемой причине. Может быть, так попробовать. Спасибо. То есть, разговаривать на языке бизнеса, денег, цифр и так далее. Поднимите руку, кто умеет разговаривать на языке бизнеса? Так, ну, смелее, смелее. Ну, соответственно, дальше уже было обсуждение. Ну, и какие ущемы были предприняты руководства. Спасибо. То есть, руководство прислушалось, когда конкретные цифры были озвучены. Я правильно поняла? Да. Опыт у одного человека был еще кого-то? У двоих? У троих? То есть, три человека умеют разговаривать на языке бизнеса. Ну, пытаемся хотя бы. Пытаемся. А остальные даже не пытаются, да? А зачем? Правда. Мы же правы. Зачем нам доносить? Ну, согласна с вами, что в случае, если мы разговариваем на одном языке, к нам будут прислушиваться. Если мы щебечим на своем каком-то языке, да еще и с терминологией, не дай бог, на своей, да? HR-овской, то нас вообще не поймут. Потому что кто такие вообще? И о чем они говорят? Вроде по-русски, а ничего не понятно. Хорошо. Таким образом, следовало поступить. Разговаривать на языке бизнеса, быть убедительными, да? И, может быть, даже предложить изменить орг структуру, чтобы подчиняться лицепринимающему. Это большие проблеми должны быть на маленькие кусочки. Не просить всего и сразу, а вот эти какие-то порции. Порциями, кусочками, да? Чтобы они сразу не пугались, что бюджет такой огромный будет, да? Или поэтапно. Или поэтапно, да. А бюджет, допустим, утверждать не на год сразу, а на месяц. То же самое, и потом уже, исходя из этого, составить новую структуру, хотя у них один кадр был. Можно уже на перспективу не обязательно все за один год внедрить. Можно же на телеку скидать. Там еще больше цифры будут, может быть, не надо. Потому что многие не пугаются. Вот этих вот объемов каких-то там озвученных причарований, они просто пугаются. Это не пугают, не пугают, сложно, не пугают. А на самом деле надо, может быть, не так все сразу. То есть сразу не пугать, а постепенно, постепенно к этому подбираться, да? Спасибо. Хочу все и сейчас. И желательно через полгода все, вообще все отстроим. С этим еще большая проблема, чем... От пугалок уйти можно, действительно, разбить, показать перспективу. А вот когда руководитель, собственник говорит, нет, вот через месяц построите на целине, и все процессы, и оценку, и подбор, и адаптацию, вот здесь уже, конечно, приходится думать. Причем даже интересно бывает, что денег не жалко, денег дают. А что мешает? Какие-то организационные моменты, люди, все-таки внедрение изменений, это временной процесс, привычка, что появилась новая структура, что работаем по-новому. Это время. Это может быть организатор, организатор, организует и договорится и с транспортом, и со страховкой, и с документооборотом его передачи. А кто-то вот тихушник сидит, боится, ну как, лишние деньги тратить нельзя, это экономически нам невыгодно. И вот будет он сидеть, штаны свои просиживать, ничего не организует. Спасибо. Я услышала здесь очень важную мысль по поводу внедрения изменений. Дело в том, что мы работаем с людьми, и люди не так быстро изменяют свои взгляды и все прочее. Требуется время, требуются определенные инструменты и так далее. Это действительно так. Прописать-то можно, это несложно. И за один день можно какие-то там бизнес-процессы прописать. Вопрос, как это все внедрить, как это будет работать, апробировать и все прочее. Да, это имеет, конечно, это время определенное. Девять месяцев, как ребенка вынашиваем. Это правда. Так оно и есть. Ольга, да. Наташа, пожалуйста. Мне вообще непонятно второй пейс в плане того, что сами руководители, советую, которые принимали решения, видимо, не сильно хотели, чтобы они не были. Они просто решили сбросить это все, а потом не заболели все. У них не было человека, которому они доверяли. Сами, видимо, тоже кто в лес, кто подрабатывал, как лебедь, рак, еще потянули карты свои. У них не было согласованности с одним, и не было сильного человека. Я думаю, что надо было не ведущего менеджера, а убрать ли именно начальника там дела, и кого подчиняли именно. Пусть даже советует директорам. Оно не таково. Эту человеку надо было доверять. И уже тогда, возможно, это закончилось уже не через там пять месяцев. А к чему-то это не привело. Я думаю, не было. Наталья, конечно, Наталья. Это вот проще всего сделать, согласитесь. Сказать, что руководители плохие, тупые, непрофессиональные. А у нас-то какая задача? Мы ведь с разными руководителями будем работать. И с хорошими, и с плохими. Хорошие могут нам казаться тоже плохими. Поэтому наша задача – внутренний локус контроля и понять, а что я могу сделать в этой ситуации. Надо быть сильным. Правильно. Ходить в фитнес-клуб и накачивать мышцы. Согласна с вами. У Ольги еще есть один кейс. Но он такой, больше кейс, наверное, по трудовому законодательству. Давайте покажем, какие мы профессионалы. Работник, должность инженер. На предприятии ездит на служебной машине. В скобках оплата труда почасовая. На разные объекты, на ремонте. Время проезда между объектами не оплачивается. Законно ли это и как быть? Пожалуйста. Понятно, да? Незаконно. Почему незаконно? Ой, как интересно. А вот когда я, например, еду на работу, мне тоже должны оплачивать это? Сейчас, по-моему, кто-то… Да. Да, сейчас, Лёшки, вам дам слово. Обязательно послушаем вас. Я просто хотела сказать, что кто-то там из наших депутатов депутатов хочет, чтобы им оплачивали работу до работы, ну, в смысле, дорогу до работы. Но у нас, например, вот Яна, она работает в Салабате, да? Рекламный отдел у нас находится. Но она приехала вот сюда. И сейчас у неё рабочий день уже заканчивается. Вот ей должны это оплачивать или нет? Вот это вот приезд или переход. Всё, однозначно. Ага, экономисты должны были прочитать ещё какие мысли. Сейчас консультант загрузится. Хорошо, значит, два варианта. Либо это командировка, оформляем как… Не-не-не-не, секундочку. Значит, давайте сейчас разберёмся. Да, конечно. Согласна. Предоставляет. Значит, два варианта. Давайте я для наших лабинаристов поясню, что здесь происходит. Значит, первый вариант – это оформить командировку. Каждый раз оформлять командировку. Второе – написать, что это развязной характер работы. И тем не менее, если развязной характер работы в городе Москва – это одно дело. Если он выезжает уже за пределы населённого пункта, там уже командировка может оформляться. Да, это хорошее время. Ещё есть какие-то договоры на обслуживание? Автомобили, личного транспорта, да. И вот мы считаем, что время тоже должно оплачиваться. А вот сразу же возникает вопрос. А что написано в трудовом договоре? А когда он устраивался на работу, он на всё подписывался, да? Он говорит, что я буду… У меня ненормировано рабочий день, характер работы по всей нашей стране необъятной. Что входит в эту оплату? Откуда начинается? С чего начинается? С момента прибытия, допустим, клиенту, да, и до момента покидания вот этого? Или что-то ещё, правильно? Ну, тут на самом деле самое главное. Вы правильно говорите о том, что если это личный транспорт, то он должен быть, или там всё это должно компенсироваться. Вместе с тем, посмотреть на исходный документ на трудовой договор. О чём договорились изначально? Да, слушаю, это разведной характер работы, ненормированный рабочий день. Да, отлично. Разведной характер работы, значит, по Москве, предположим, это не командировки. Будет оплачиваться или не будет оплачиваться это переезд, это переезд и всё прочее. Это тоже надо смотреть в трудовом договоре. Как договорились? Если работодатель изначально сказал, что мне нужно вот это, вот это, а работник подписался под этим, то сейчас, простите, а чего вы требуете? Мы же, мы могли взять другого человека на эти же условия. Может быть, у вас там оплата почасовая выше ставка, чем у всех остальных, именно за счёт того, что мы не оплачиваем, предположим, переезды. Поэтому однозначно ответа, конечно, здесь быть не может. Надо смотреть в исходнике. Спасибо. Так, давайте посмотрим третий кейс. Третий кейс. В группе компаний, ведущий строительный и ресторанный бизнес, 12 лет на рынке, кадровое дело производства велось стихийно. Остальные процессы по работе с персоналом не велись вообще. Руководство решило создать соответствующий отдел. Сначала был принят руководитель, затем через полтора месяца специалист по кадрам. К работе с кадровыми документами вопросов не возникало и не возникает. Кадровик восстановила и белую, и чёрную составляющую в строительных компаниях, ведёт необходимый учёт, успешно прошла две проверки. Прокуратура и Фонд социального страхования, плюс ПФР. На четвёртый месяц работы отдела приняли менеджеры по персоналу с приоритетной задачей создать банк должностных и производственных инструкций и в ближайшей перспективе запустить корпоративный обучающий центр. Даже если собственник даёт добро на те или иные предложения со стороны отдела персонала, то большинство из них сам же и прекращает, не дождавшись установленных им же сроков. Ссылки на трудовые законодательства и договоры о рисках и результатах не приносят. Собственник знает, что нарушения есть, но он не считает их важными. Все чаще надо дело адресовать непрофильные задачи, например, связанные с автоматизацией процессов. Разделение зон ответственности, в том числе финансовых вопросов. Даже если собственник объявляет правила, первый же их нарушает, работая по-старому. Вопрос. Как вести себя специалистом отдела и в частности руководителю службы персонала? Каким образом можно повлиять на собственника, убеждая в своей правоте? Вот такая тяжёлая ситуация. Собственник что хочет, то и делает. Говорит одно, делает другое. Есть какие-то перспективы у нас? Какой час службы? Прежде всего, если старая должностная инструкция была и подписывалась, не знакомилась. Чтобы подписывать новую, должен быть приказан, если не изменяя должностные инструкции, выписали, решали, соглашаться с ними. То есть дополнительная работа, можно отказаться от неё. Спасибо. Согласна. Дополнительная работа требуется оплата, верно. Увеличится фонд оплаты труда, и собственник тогда эту работу пересмотрит. Конечно, если они могут заниматься специально научными людьми, то они будут дешевле, потому что с ними можно перескать суть. А сетеверная работа, в данном случае, это не профильная их обязанность. Не профильная, да. Поняла. То есть всё касается не совсем профильной деятельности, и всё-таки доплаты за дополнительную работу. Спасибо. Но ответы-то мы так и не получили. Что же делать? Нам-то что делать? Перейти к собственнику и рассказать об этом? Что давайте деньги, тогда мы будем работать? Или как? Он скажет, а мы жили без этих процессов, и ещё проживём 12 лет. Да. Дверь там. Все хорошо. Значит, кому нужны эти процессы? Нужны. Всё. Значит, какой вывод? Сидим тихо и ждём, чем закончится. А вдруг передумает, да? Я правильно поняла? Коллеги Вобинари, что вы думаете? А вот знаете, вот Юля пишет, например, давайте почитаем, что Юля пишет. Она пишет, что это за собственник вообще такой, самодур какой-то. Первый раз вижу, да, все подтверждают и кивают, да, самодур, самодур. Первый раз вижу подобные кейсы и удивляюсь, что такие на самом деле существуют. Работаю в белой чистой компании. Юль, вот, да, вот тут наши коллеги говорят, что у вас приличные люди, да, я правильно поняла, что у них приличные люди? Юля, у вас приличные люди работают, и держитесь за этой компанией, уважайте её, цените, потому что вот большинство из присутствующих понимает, что эти кейсы вполне реальные. Жизненные, да, к сожалению, это так. Ещё раз напомню, что в малом и среднем бизнесе сплошь и рядом такие вещи есть, несмотря на то, что пытаются как-то вот выживать, но, к сожалению, да, и Сера, да. Может быть, озвучить руководителю, что да, эти-то проверки мы прошли, но то ли ещё будет при новых проверках, поскольку мы не являемся финансовыми специалистами в этой области, да, и образование наше не позволяет там выполнить ту или иную работу, то мы ответственности за это не несем. Мы делаем кадровую работу, то, что было прописано в наших должностных конструкциях. Если вы их сегодня подписали, завтра отменили, то также снялись на соответственность. Донести до него, объяснить ему это, я думаю, что вы придёте к какому-то консенсусу. Спасибо. Я правильно поняла, что издоровые кейсы с левым и с ума с теми нет, скажем так, у него много генеральных отделов, что нужен обучающий центр, шар какой-то развития, и он упрёкся, потом переключился, и плана в этом заводе. Люди нами, люди работают. Вот это прекрасно, пусть и дальше работают. Далее, просто работа, ну, частично в скол. Здесь, опять же, автоматизация процесса, разделение зоны ответственности, ну, и чудесные, слишком красивые проекты, хорошо разработанные, нормативно обоснованные, с какими-то финансовыми выплатами. Опять же, в части разделения зоны ответственности. Там будет не только HR-отдел, там, возможно, технического отдела в зависимости от возраста кубер-компании привлечь. Поэтому ответственность за это тоже будет разделить, ну, как делегироваться, и делиться между участниками данного проекта процесса в степени, равной их увлеченности. То есть за кадровое отдела производства отвечает один человек, а одна команда, за финансовое участие другая, а ну, в зависимости от возраста кубер-компании. Спасибо. Спасибо. То есть нам сказали, работайте, мы работаем. Собственно, забыл у нас, и слава богу, мы работаем, зная, что, возможно, никогда наши проекты и наши документы не будут рассматриваться, но нам за это платят деньги. Я правильно поняла? Нет, почему же, собственно, он не забыл, он приоритет всем, даем, 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 даем. Потому что мы исполнители, да. Я всегда специалист-командер, да, я так понимаю, что смысл это в том, что дают свои задачи, которые частично связаны с функционалом. Да. Ну, не входящим в функционал. Ну, хорошо, прекрасно. Мы это сделали, галочку поставили. Спасибо. То есть делаем то, что нам поручили, спокойно выполняем, независимо от того, чем все это закончится, правильно? С учетом. Максимально делегировать. Да, все на себя не берем, согласна. Тут я согласна. Кто-то еще прокомментирует? Ну, а потом у нас в должностных инструкциях прописано, что мы должны выполнять распоряжение руководства. Но это не значит, если есть пункт, что мы выполняем распоряжение руководства, это значит, что мы должны выполнять те функции, которые не относятся к нашей трудовой функции, да? Но не забывать. Но не забывать об этом. Что это также должно быть прописано. Согласна. Вот у Юли тоже есть мнение. Она пишет, что надо прийти к собственнику и сказать, что внедрить процессы, предложенные, дешевле, чем проверка от прокуратуры, гид в прочих организациях или же приостановка деятельности организации. Один раз прошли проверки, но если собственник сам ставит палки в колеса, то пусть в полной мере понимает, как он рискует. Да, риски доводить нужно. И с этим я тоже полностью согласна. Ну что же, мы с вами пообсуждали, давайте будем подводить уже какие-то итоги, да? Потому что сказано было много, много интересного, много интересных идей. Давайте разбираться. Итак, есть определенные условия и факторы, которые делают кадрового работника незаменимым. Что же это? Да, мы пошли немножко по другому пути, готовились к этому крупному столу. Начнем с внешнего, вообще с внешней оболочки. Вообще, что происходит? Наличие и частота проверок, вот как в первом кейсе, да? То есть не будь крупное предприятие постоянно на виду, не светилось бы оно везде. Наверное, внимание к этим вопросам явно было бы ниже, затраты ниже, ну и так далее. Вот, то есть есть это или нет. Плюс состояние отрасли, где реализуется бизнес, да? Не секрет, что в разных регионах разные отрасли развиты на разном уровне. И то, что есть в Москве, буквально 100-200 метров от столицы, развито хуже, уровень зрелости тоже свой собственный. Этот старый анекдот, да, что нам нужен HR-директор, зачем? Ну, пацанов есть и нам надо. Ну, он актуален, он актуален, да. Потом, теперь смотрим, что происходит вообще внутри компании. На какой стадии она находится, да? Хоть возьмем любую модель. Если она существует на рынке год, и там делают, все делают все, это одна история. Если эта компания зрелая, и процессы сформировались, люди договорились, документально записали, кто чем занимается, эта история уже совершенно другая. И здесь, наверное, кадровику будет немного легче доказать свою незаменимость через те же документы, правила игры, потому что их привыкли соблюдать. Вот в первом ситуации действительно agile, гибкость, динамика, ну и все, что с этим связано, риск. Зрелость самих лиц, принимающих решения, да, и наличие вообще сформированной позиции руководителя. Мало быть собственником, мало владеть капиталом. Все-таки руководитель предполагает планирование, контроль, организацию, мотивацию. Не все собственники этим обладают. Они могут быть классными предпринимателями, но руководителями не очень. Вот здесь надо, конечно, быть помощью, поддержкой, насколько это возможно. Ну и вообще возможность реализации проекта, потому что, например, у нас был опыт, когда, вроде бы, в стране начался кризис, и в этот момент пришли государственные программы на поддержку работников. Мы участвовали в такой программе, да, мы привлекли деньги, хотя HR-отдел никогда не был в центре прибыли. Тут пришли деньги, на которые, в принципе, мы обучили своих же сотрудников. Сумма была достаточно приличная, сопоставимая с нашим годовым бюджетом. Почему бы нет? Когда собственник видит живые деньги, это всегда приятно, что оба, это не растраты. Значит, смысл все-таки, ну, опять же, и фипиар-компании, допустим, есть государственные структуры, другие коммерческие структуры, почему нет? И плюс оценка, ну, да, услуги, да, на стороны. Ну и, собственно, то, что от нас зависит, да, это наша компетенция, ну, профессиональные, прежде всего, начнем с них, знания, умения, навыки, КДП, значит, КДП, если HR, это HR, ну, или все вместе, если человек в одном лице. Вообще, понимание бизнеса, да, потому что, да, быть кадровиками, но понимать вообще, где мы, что мы, куда мы движемся вообще, что происходит в компании и на рынке, и что бывает с бизнесом на языке бизнеса. Вот, собственно, видение, стратегический подход, то есть мы смотрим не куда ставим ногу, да, на пару-тройку шагов вперед, вот, при этом переключаемся, насколько можно, очень быстро принимаем решения, вариативность мышления сюда же можно добавить, да, потому что много вариантов, собственно, их надо предлагать. Коммуникативные навыки, потому что чем дальше, тем больше, наши специалисты становятся, по сути, свои продажниками, мы продаем свою идею. И вот работа с возражениями, начиная от банального денег нет, ну, к этому мы более-менее привыкли. И к другим, что нет, не потом, потом когда-нибудь, вот, подстройка под клиента, то есть все, как работают продажники, вот это тоже очень такая важная компетенция, которая нашим сотрудникам нужна. Ну, и, собственно, про активность, нацеленный результат, хотя большая часть наших коллег, ну, процессники, потому что структура деятельности такая, тем не менее, все равно показать, предупредить всегда дешевле, показать риски дешевле, подстелить соломку, это дешевле. И добиться результата, если мы ставим цель ввести КДП в онлайн, да, мы это делаем в определенные сроки. Ну, не все процессы, конечно, структурированы как КДП, но, тем не менее, показать, да, какие-то результаты. И тогда появляется шанс, что мы действительно видимся, как незаменимые. Спасибо большое. Итак, мы с вами разделили на внешние внутренние условия, факторы, обсудили их и вывели в виде компетенции. Если мы о чем-то не сказали, чего-то здесь не хватает, пожалуйста, добавьте. Чтобы вы еще добавили сюда. Если этим занимаетесь в бухгалтерии, зачем? Если кадровым делом произошло, что занимается в бухгалтерии, то... Зачем нужны кадровики? Руководитель принял заявление, отправил в бухгалтерию, они выслали договор, приказ, карточку. Помимо нас, да? Помимо нас, да. И какие компетенции тут нужны для кадровика? К кадровик-минозам тогда получается. Ну, как-то круто, скажем, как-то печально. Нет, а вот что можно... Многие приходят к этому. И вот здесь уже незаменимость... Незаменимость будет в том, что... Как они будут организовывать ванную. Как они будут ознакомления с локальными нормативными актами. Подход к специалисту. В этом тоже есть незаменимость. Ну да, да. В одном клоконе не может быть специалистом. Поэтому мы бежим к бухгалтерию и договариваемся, что, ребята, если мы вместе предложим эти предложения, шансов вам скинуть не профильную нагрузку, а нам забрать наше дело, все-таки у нас немножко больше. Не факт, что собственник скажет, да, окей, если компания, ну, условно говоря, там 20 человек, может быть, и нет смысла вводить там нулевая текучесть, ну, смысл вводить единицу кадровика. В дальнейшем, если это 100 человек, ну, извините, тут уже действительно нужен выделенный специалист. Здесь, Анна, еще смотрите. Спасибо большое. Смотрите нагрузку. Да, достаточно нагрузки для кадровика или нет? Если кто-то другой может этим заниматься, ну, например. Например? Мне кажется, что я работаю. Согласна. Даже с этим вот сетью у них есть иностранные работники, там нужно контролировать сроки. Согласна? Конечно, согласна. Обратите, пожалуйста, внимание. Если еще кто-то не в курсе, напоминаю, что с 1 июля 2016 года в Российской Федерации введены профессиональные стандарты, да? И вот здесь представлен наш с вами профессиональный стандарт специалист по управлению персоналом. Здесь перечислены обобщенные трудовые функции. Их всего 8. Уровни квалификации разные. 9. Согласны, что 9? Согласны? Это правильный ответ. 9. Обратите внимание, что менеджер по, извините, руководитель подразделения, допустим, начальник отдела кадров и HR-директор или HR-бизнес-партнер, они уже выходят на седьмой уровень. Выше только звезды. 9-й – это президент Российской Федерации, а между директором по персоналу и президентом Российской Федерации находится каким-то там министром, например, да? Вот. То есть достаточно высокий уровень. Я вот о чем говорю. В то же время обеспечение, документационное обеспечение работы с персоналом требует 5-го уровня. Теперь вопрос, что это означает? Если вы еще не ознакомились с профессиональным стандартом, я очень рекомендую это сделать. В государственных организациях, начиная с 1-го января 2020 года, все государственные организации должны внедрить в себя профессиональные стандарты, и наш тоже. Вот. Все остальные организации тоже, но, скорее всего, их тоже будут применять. И при подборе персонала, и при оценке аттестаций, и при увольнении по сокращению численности будут применять. Поэтому нужно понимать, а что от нас зависит. Даже те же должностные инструкции, если мы захотим прописать должностные инструкции на какие-то там трудовые функции, то вот, пожалуйста, берем и делаем. Ничего сложного здесь нет. В профстандартах есть по каждому квалификационному уровню, сейчас пример привожу, требования. Профстандарты, они для этого и нужны, чтобы показать, какие требования квалификационные, это образование и опыт работы, нужно для тех работников, которые выполняют ту или иную функцию. Есть и специалист по кадрам, кадровик, то, что мы говорим, в отделе кадров, который занимается приемом, переводом, увольнением работников. У него пятый квалификационный уровень, это означает, что ему достаточно среднего профессионального образования и программ подготовки специалистов среднего заведения. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ